Добрый день. Наш урок снова посвящен мировой истории по программе 8 класса. Меня зовут Прокушкин Анатолий Вячеславович. Тема нашего сегодняшнего урока – Великобритания и Франция. Сегодня на уроке вы узнаете факторы о социально-политическом развитии Великобритании и Франции в период после революции 1848-1849 годов. Также мы рассмотрим быстрые темпы экономического развития в Великобритании и поговорим о государственном перевороте во Франции. Ребята, прежде чем мы приступим к теме нашего сегодняшнего урока, давайте повторим ранее изученное. Я предлагаю ответить вам на несколько тестовых вопросов. Первый вопрос. Весной народов называют революцию во Франции в 1830 году, революции в европейских государствах в 1848-1849 годах, свержение Наполеона или Венский конгресс. Разумеется, правильный вариант ответа – это революции в европейских государствах в 1848-1849 годах. Второй вопрос. В апреле 1848 года во Франции была установлена парламентская республика, парламентская монархия, президентская республика или полупрезидентская республика? Верный ответ. Верный ответ – парламентская республика. Третий вопрос. Итог революции 1848-1849 года для Италии. Варианты ответов. Верный ответ. Четвертый вопрос. «Когда началось восстание в Вене?» 13 марта 1848 года, 15 марта 1848 года, 12-17 июня 1848 года или 6 октября 1848 года? И правильный вариант – 13 марта 1848 года. Причина революции 1848-1849 годов в германских государствах. Светская власть церкви над частью территории страны, политическая раздробленность страны, абсолютная монархия или вхождение ряда территорий страны в состав других государств. И верный вариант ответа – политическая раздробленность страны. А теперь приступим к изучению новой темы. Рассмотрим первый вопрос. Экономическое и социально-политическое развитие Великобритании в 50-е годы XIX века. К 50-м годам XIX века Англия достигла вершины своего превосходства над другими странами по уровню развития промышленности, масштабам торговли, морскому могуществу. В основе этого первенства лежало завершение промышленного переворота. Как тяжелая промышленность, производство машин, так и легкая были оснащены первоклассным для того времени оборудованием. Механическими станками для обработки металла, механическими веретенами, паровыми машинами, приводившими их в движение. Благодаря этому в Англии была достигнута наивысшая для того времени производительность труда. Машины английского производства, станки, инструменты, шерстяные и хлопчатобумажные ткани завоевали мировой рынок. Бурный рост промышленности произошел за 20-летия с 1850 по 1870 годы. Не было конкуренции английским тканям, так как они были дешевле и лучше изделий из других стран. Иначе говоря, английская буржуазия приобрела монопольное положение среди развитых капиталистических стран, что в свою очередь способствовало ускоренному росту английской промышленности. Экономический подъем 50-60-х годов дважды прерывался экономическими кризисами, которые с 1857 по 1859 годы стали мировыми. Но эти кризисы не ослабили позицию Англии по сравнению с другими странами. Высокое экономическое положение Англии обеспечивало английскую буржуазию огромной прибылью. Она стала самой богатой и могущественной в мире. Часть своих капиталов предприниматели стали вкладывать в железнодорожное строительство за границей, особенно в США и Индии. Это приносило больше дохода, чем строительство предприятий в самой Англии. Таким образом, английская буржуазия первая стала вывозить за границу не только товары, но и капиталы, основывая там свои предприятия и банки. Доходы английских капиталистов росли и благодаря тому, что они владели самым мощным паровым торговым флотом. Он обеспечивал перевозку английских товаров в самые отдаленные уголки планеты и, кроме того, занимался перевозками товаров других стран. Давайте рассмотрим положение рабочего класса. В обстановке экономического подъема несколько улучшилось положение части рабочего класса, который буржуазия выделяла крохи из своих колоссальных прибыли, получаемых в результате господства на мировом рынке и ограбления народа в колонии. Имея обеспеченный сбыт товаров, капиталисты стремились закрепить на своих предприятиях хорошо обученных рабочих. Поэтому они нередко соглашались на требования о повышении им заработной платы. Предприниматели шли на уступки и потому, что боялись опять столкнуться с революционными выступлениями. Из массы рабочих выделялась более или менее обеспеченная верхушка, склонная к соглашениям с хозяевами. Это была так называемая рабочая аристократия. Она составляла не более 15% всего рабочего класса, но обладала большим влиянием. У квалифицированных рабочих были свои сильные и богатые трейд-юнионы, боровшиеся за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Трейд-юнионы – это название профсоюзов Великобритании и ряде других стран. Они проделали большую работу по организации рабочего класса. Им удалось повысить уровень жизни части рабочих, приучить их к сознательной дисциплине, коллективным действиям. Но каждый трейд-юнион объединял рабочих только данной профессии – машинистов, кочегаров, механиков, каменщиков и т.п. Это приводило к тому, что рабочие одного и того же предприятия или отрасли были разобщены, так как входили в различные союзы, подчинялись указаниям своего руководства и не видели общности интересов с остальными рабочими. Дело доходило до того, что, например, маляры бастовали, а каменщики, занятые на том же строительстве, продолжали работать. И уже совсем мало заботились члены аристократических трейд-юнион о массах квалифицированных рабочих, которые по-прежнему жили в нищете. В Великобритании продолжал существовать государственный строй – парламентская монархия. Правящие классы Англии по-прежнему не допускали в парламент представителя рабочего класса и не шли на введение всеобщего избирательного права. Страной попеременно управляли две политические партии, как раз в эти годы окончательно сформировавшиеся. Партия консерваторов – они представляли интересы крупных землевладельцев, банкиров, богатых судовладельцев. И партия либералов – в нее входили немало земельные знати, но к ней примыкала и промышленная буржуазия. Между этими партиями не было принципиальных расхождений. Либералы охотнее шли на проведение некоторых реформ. Консерваторы тоже проводили реформы, но старались сохранить как можно больше пережитков старины, упрочить положение англиканской церкви, монархии, знати, хотя и легче соглашались на уступки рабочим, чем фабриканты. Но обе партии защищали существующий строй. Они видели свою главную задачу в том, чтобы не допустить повторения какого-либо политического движения. Рабочий класс своей политической партии не имел. Вторая парламентская реформа была проведена в 1867 году. Право голоса в городах было предоставлено всем мужчинам, имевшим собственные дома или снимающим отдельные квартиры. Практически это означало, что право голосовать получили мелкая буржуазия и верхушка рабочего класса. Количество избирателей сразу возросло. Это была важная уступка рабочему классу, точнее, квалифицированным рабочим. Используя свое промышленное и финансовое могущество, Англия продолжала укреплять господство над колониями и расширять свои заморские владения. Огромное значение английские колонизаторы придавали созданию мощных военно-морских баз, захвату опорных пунктов в стратегически важнейших точках планеты. Английскими колонизаторами на протяжении 18 и первой половины 19 века были захвачены опорные пункты на мировых путях через океаны и моря. Гибралтар – контроль над выходом из Средиземного моря в Атлантический океан. Аден – выход из Красного моря в Индийский океан. Киптаун – на мысе Доброй Надежды южная конечность Африки. Сингапур – подступы к Индии. Гонконг – подступы к Китаю. Операясь на эти военные базы и на огромное превосходство своего военного флота, Англия к середине 19 века стала самой крупной колониальной державой. Своё господство над сотнями миллионов жителей народов колоний, правящие круги Англии, обеспечивали не только силой оружия, но и целой системой дипломатических и политических манёвров. Они использовали межплеменные и религиозные конфликты, разжигали вражду между народами Востока, нередко осуществляли новые колониальные захваты силами самих народов колоний. Так была завоёвана южная часть Бирмы, руками и кровью индийских солдат, сражавшихся под командованием английских офицеров. Большое внимание в своей колониальной политике английская буржуазия уделяла белым колониям. Так назывались территории в Америке, Африке, Австралии, освоенные переселенцами из Великобритании и частично из других европейских стран. Создание таких переселенческих колоний помогало решать многие экономические и политические задачи. Почти на всех континентах появились опорные пункты, усиливающие английское влияние и стратегические преимущества. Прибывавшие в новые места переселенцы нуждались в английских промышленных товарах. Так создавались новые рынки сбыта. Наконец, в колонии уезжали люди, не находившие работы в Англии. Таким образом достигалось некоторое ослабление безработицы, а значит и недовольство в массах трудящихся. Среди переселенцев было немало политически активных людей, и правящие круги Англии были рады избавиться от этого горючего материала. Золотая лихорадка 1850-х годов привлекла искателей счастья из разных стран, но выходцы из Англии преобладали. Разбогатеть удалось лишь единицам, а остальные превратились в наемных рабочих. В результате массовой эмиграции белое население Австралии к 1861 году составляло уже 1 млн 200 тыс. человек. В Новой Зеландии, которая осваивалась почти одновременно с Австралией, местные племена Маури оказались захватчиком упорное сопротивление. Посланная их усмирение большая английская армия истребила несколько десятков тысяч Маури. Белые поселенцы завладели их землей. Но все же здесь сохранилась часть местного населения, так что Новой Зеландии оказалась не чистой переселенческой колонии, как Австралия или Канада. В этом промежуточном характере заключалось своеобразие Новой Зеландии в системе английских колониальных владений. В 1840 году Великобритания и часть вождей племен Маури подписали письменный договор, в соответствии с положениями которого Маури передавали Новую Зеландию под опеку Великобритании, но сохраняли свои имущественные права, а Великобритания получала исключительное право на покупку у них земельных угодий. Однако и после подписания договора между Маури и англичанами возникали военные стычки. Капиталистические отношения развивались и в одной из старейших английских колоний – Канаде. Канада, отнятая у Франции в середине XVIII века, к тому времени уже сложилась как территория, на которую были перенесены из Европы многие черты феодального строя. Власть в отдельных колониях принадлежала местной землевладельческой знати, высшему духовенству, крупным торговцам. Но эта власть, хоть и осуществляемая через местные парламенты, была крайне ограничена. Последнее слово по любому вопросу принадлежало назначенному из Лондона губернатору. Несмотря на то, что английская буржуазия всячески стремилась ограничить развитие промышленности, чтобы не создавать новых конкурентов, все-таки этот процесс шел. А в 1840-х годах в Канаде начался промышленный переворот. Бурно развивалось в 1850-е годы железнодорожное строительство. Как в Канаде, так и в Австралии народные массы, а частичные буржуазии добивались большей самостоятельности, проведения демократических реформ. В обеих странах решающую роль сыграли вооруженные восстания. В Канаде в 1836-1837 годах, в Австрии восстания золотоискателей в Виктории в 1854 году. Правящие круги Великобритании, обладая огромным политическим опытом, пошли на некоторые уступки. В австралийских колониях были введены элементы самоуправления, но под контролем английских губернаторов. Второй вопрос нашего урока – экономическое и социально-политическое развитие Франции в 50-е годы XIX века. Буржуазия и мелкие собственники были напуганы рабочим движением. Под залпы июньских расстрелов буржуазные деятели выработали конституцию, в которой о праве на труд уже ничего не говорилось. Ограничивалось избирательное право. Для удержания народа в повиновении была создана сильная центральная власть в лице президента, наделенного огромными полномочиями. Республиканцы быстро потеряли влияние в массах. В декабре 1848 года президентом был избран сторонник монархии, принц Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I. Ему отдали свои голоса монархические круги буржуазии и крестьяне, надеявшиеся, что он, как когда-то его знаменитый дядя, защитит их собственность на землю. Луи Наполеон Бонапарт был авантюристом, человеком ограниченного ума, но хитрым и чистолюбивым. Буржуазия ждала от него твердого правления и восстановления порядка. Крестьянам, мелкобуржуазии и даже рабочим он раздавал лживые обещания защитить их интересы. В результате главой республики стал ее злейший враг, мечтавший об императорской короне. Луи Наполеон не замедлил показать свое истинное лицо. 45-процентный налог на крестьян остался в силе, и надежды крестьян оказались обманутыми. У рабочих было изъято оружие. Демократам, социалистам, многим передовым писателям и журналистам пришлось спасаться бегством за границу. Готовясь провозгласить себя императором, Луи Наполеон назначил на все важные военные должности своих ставленников, а в ночь на 2 декабря 1851 года приказал арестовать и бросить в тюрьмы опасных для него буржуазных деятелей, после чего войска заняли все правительственные здания. В Париже около 10 тысяч республиканцев вышли на баррикады, но войска подавили восстание. Это и был государственный переворот. Государственный переворот был только подготовкой к осуществлению главной цели президента – покончить со Второй республикой и стать императором. Ровно через год, 2 декабря 1852 года, во Франции была восстановлена монархия. Луи Наполеон Бонапарт был объявлен императором под именем Наполеон III. Установилась так называемая Вторая империя. Буржуазия поддерживала Наполеона III, видев в Бонапартистской империи оплот против рабочего класса и орудия для новых завоевательных войн. Наполеон III защищал интересы крупных собственников. Для этого он всячески усиливал чиновничество, армию, полицию, судебные учреждения, католическую церковь. Правительство поощряло крупных предпринимателей. В годы правления Наполеона III во Франции еще более укрепилась власть крупной буржуазии, двинулась вперед развитие капиталистической промышленности и торговли. Завершилась промышленная революция. Правительство поощряло крупных предпринимателей. Придя к власти, Наполеон III заявил, «Империя – это мир», но на деле проводил завоевательную политику, выгодную крупной буржуазии. Ведя завоевательные войны, Наполеон III стремился отвлечь народные массы от классовой борьбы. Франция при Второй империи вела ряд захватнических, несправедливых войн. Была союзницей Англии в Крымской войне с Россией, участвовала в грабительских войнах в Мексике и Китае, совместно с Сардинией в войне против Австрии. В Индокитае Франция захватила Камбоджу, превратив ее в колонию. Символом новой роли Франции стало проведение в Париже Международного конгресса, закрепившего результаты военного поражения России в 1856 году. А в 1859 году французские войска нанесли тяжелое поражение другому участнику антинаполеоновских войн начала XIX века Австрийской империи. Наполеон III поддержал стремление Сардинского королевства освободить Северную Италию от владычества Австрийской империи. Эта поддержка была обусловлена желанием императора вытеснить соперника и установить свой контроль в северной части Апеннинского полуострова. При этом Ницца и Савоя стали военным призом Наполеона III, который вернул Франции статус арбитра европейской политики. На выборах в законодательный корпус в 1869 году бонапартисты впервые потерпели поражение, потеряв около миллиона голосов избирателей. В ходе выборов сложилась и партия непримиримых республиканцев, которые стремились к низложению режима империи. Непримиримые идейно объединялись вокруг предвыборной программы депутата от Парижского округа Бельвиль. Бельвильская программа содержала требования обеспечить истинный суверенитет народа. С этой целью предполагалась выборность всех должностных лиц и их ответственность перед избирателями, замена профессиональной армии, вооружением граждан, предоставление законодательных гарантий свободы личности, собраний, печати, союзов, отделение церкви от государства, светское бесплатное начальное образование, снижение налогового времени. Наступил политический кризис бонапартистского режима. Проявлением кризиса стала грандиозная манифестация, устроенная республиканцами 12 января 1870 года. Предпринятая 14 августа попытка поднять в столице восстание с целью свергнуть правящий режим, не получила поддержки среди населения и была быстро подавлена. Но 4 сентября 1870 года манифестанты ворвались в зал заседания законодательного корпуса и провозгласили установление республиканского строя во Франции. Попытки проправительственных депутатов спасти бонапартистский режим в форме регенства императрицы Евгении при несовершеннолетнем наследнике престола не имели успеха. Депутаты-республиканцы, не желавшие окончательно утратить инициативу, отправились во главе повтанцев к ратуши, где и заявили о формировании временного правительства национальной обороны. Подводя итоги урока, хочу отметить, что Великобритания в период 50-х годов XIX века стала крупнейшей социально-политической и экономически развитой страной. Являлась крупной колониальной державой. Во Франции произошло несколько государственных переворотов, которые ослабляли политическое и экономическое развитие страны. А теперь предлагаю закрепить знания, полученные в ходе сегодняшнего урока, и ответить на несколько открытых вопросов. В какие годы произошли экономические кризисы? Как называли профсоюзы Великобритании? Какие две политические партии в эти годы сформировались в Великобритании? Кто был избран президентом Франции в 1848 году? Когда произошел государственный переворот во Франции? Вспомните и подумайте. Посмотрим на правильные ответы. Экономические кризисы произошли в 1857-1859 годах. Профсоюзы Великобритании назывались трейд-юнионы. Две основные политические партии Великобритании – это консерваторы и либералы. Президентом Франции в 1848 году был избран Луи Наполеон Бонапарт. А государственный переворот во Франции произошел 2 декабря 1852 года. Ну что же, на этом наш урок подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.